Да, украинцы стали осторожнее. Вот вчера, во время вчерашней военной тревоги по всей Украине, вот ехал, действительно, больше времени было ограничено там движение. Больше времени, чем обычно, были прикрыты торговые центры. Реально, я впервые увидел, что соседний от меня торговый центр полностью людей вывели на улицу и никого не оставили в середине, все заблокировано. Но при том всем, люди остерегаются, но страха не появилось. Появилось только больше ненависти, больше злобы, больше желания отомстить. И в Украине, мне кажется, все уже поняли, что любая уступка Путину только усиливает жестокость его стороны. И вот потому эффекта тоже нет. И самое главное теперь, возвращаемся к ним. Они-то, кроме определенной цели, они ведь еще должны иметь для этого определенный ресурс, бить по дальним городам, вне предела прифронтовой линии. И для этого нужны ракеты средней и большой дальности. Эти ракеты исчерпываются. Я понимаю, что точной статистики быть не может. Но все-таки я полагаюсь на данные западных разведок, которые говорят, что в России было выпущено, создано порядка 7 тысяч таких ракет. Из них в разный способ уже запустили 5 тысяч. Тоже данные из западных разведок. Большая часть с них просто никуда не долетела. Они падают, они взрываются буквально возле установок, они не долетают. Часть сбита. И за всеми данными у них остается порядка двух тысяч. Правда это или неправда? Будут ли еще? Создают ли они сейчас в срочном порядке свои новые ракеты, которые они там хвалятся, что не могут делать их при своем импортозамещении? Вопрос открыт. Очевидно, будут новые, дополнительные. Но вот те, что в Белгороде упали вообще стопроцентно в падении на своей территории, но это как бы доказательство, что с импортозамещением и новыми ракетами как бы не прошло. И для того, чтобы развить вот этот третий этап, для этого нужно было перед этим безумно, тупо не лупить по всей территории страны. Нужно было сохранить для третьего этапа. Просто он не предвиделся в плане вот такого всеобщего террора по всей территории, ракетного террора. Но нужно было сохранить по крайней мере пять тысяч ракет, и это было бы более угрожающе. На сегодняшний день, вот даже вчера, было запущено, ну нам запускают истории, что это ИПСО российское. У меня такое впечатление, об этом можем отдельно поговорить, что это именно ИПСО наше, с банковой, под определенное желание протянуть законопроект Патураева, который очень жестко ограничивает свободу слова не в военное время, а вообще закон о медиа. И вчерашний видосик Зеленского, он как бы был подтверждением этого. Под этого была вот запущена информация, оказалось фейковая информация, а там сорока восьми, а кто-то там уже о тысяче ракетах, о четырехсот ракетах запускали, раскручивали историю, которые были выстрелены по Украине. Ну оказалось там шесть или сколько там, немного. Обычное количество, которые обычно, они стреляют по Украине, по сути, каждый день. Но вот еще пару раз можно попробовать это ИПСО сделать, или ихние наши. Уже не берусь тут рассказывать, разбираться чье, но дальше будет понятно, что ракеты исчерпываются. Уничтожение городов при фронтовой зоне, да, это действует на украинских граждан, но создать этим вот этот режим массового террора по всей территории Украины уже как бы нельзя. Да, мы можем остерегаться, что в определенный момент по одному из дальних городов, в далеких от линии фронта снова будет нанесена довольно мощная атака, возможно, уже последними даже калибрами, или там Х-101, для того, чтобы сделать снова как бы акт устрашения. Но оно тоже не дает этого уже эффекта. То есть на самом деле продолжать третий этап, они могли его начать и сразу закончить, но он не дал эффекта. И потому мне кажется, что сейчас у них определенная растерянность. Да, они продолжают второй этап, который не будет для них результативным, это уже понятно, они окапываются на юге, но какого-то понимания, что делать нет. Вот попытка с наскоку, с испугу взять вот этим третьим этапом и на этом как бы достичь определенных целей. То, что происходило в Стамбуле во время переговоров, параллельных переговоров, те переговоры, они тоже есть вопросы по зерну, но о Ермаке и Арахамия, их не было за столом переговоров. Вот там есть предостережение, что там могло быть что-то похуже, что там какие-то сговоры, договорники шли о том, чтобы как-то максимально использовать вот этот ужас от этих обстрелов мирных городов и как бы с этого вывести необходимость пойти на какие-то уступки. Ну вот скажем, перемирие, зерновое перемирие, которое должно охватить большую часть, ну по крайней мере весь юг, там где мы идти с ним. Тоже такая возможность есть. Есть, но она тоже не сработает, уже никто не сможет остановить вооруженные силы Украины в этом регионе. То есть на самом деле, ну сейчас у Москвы не слишком большое поле для маневра. Они начинают еще тоже под вот эти обстрелы, которые сделали очень демонстративно. То есть они перед Западом уже не прячутся. Да, да, они отнекиваются, мы били там каких-то националистов, но они называют объект, по которому били. А этот объект, ну он, знаете, принадлежность Дом офицеров, все прекрасно понимают, и у нас в Европе, что такое у нас Дом офицеров. Это обыкновенный дворец культуры, в котором происходят обыкновенные акции, искусство там, спортивные, прочее, прочее, прочее. И я могу еще предположить, что сейчас параллельно с этим, учитывая то ИПСО, которое ведется сейчас на Западе, ну начал Вучич, главный был запущен в этом направлении, президент Сербии, сейчас начинает очень серьезно работать на уровне, там, агентуры продажных, там, ломов продажных, журналистов, некоторых продажных политиков. Но это вариант, как бы, навеивания ужаса на Запад. Вот смотрите, Россия уже не скрывает, что она уничтожает массово гражданских лиц. Россия бьет по гражданским. И у России уже ничего не остановит. Они уже перешли любую грань, после которой они могут начать применять ядерное оружие. Нужно сделать так, чтобы Путин не проиграл. Ну, цитируя по сути Вучича, президента Сербии, или проиграет Украина, или исчезнем мы все, погибнем мы все. Вот где-то в таком плане пробуют это запускать. Под это, вот эту истерию, этот ужас от этих ударов, которые были по мирным городам, как бы можно было подводить. Но, как выглядит, это тоже не сработало. Даже через временной фактор. Лето. Сейчас. Плюс оно получило сразу другую окраску. Вот тот же самый день, когда били по Венеце, проходило заседание, совещание большое международное в Гаазе, где обсуждались военные преступления России. И это как бы еще раз легло на это же самое основание. То есть, ну, на самом деле, это объяснить какой-то нормальной логикой нельзя. Вот я представил некоторые варианты возможной логики ихней, но она, первое, иррациональна. Второе, это неэффективна. Но, в любом случае, вот эти удары, демонстративно откровенные именно по гражданских, ну, мне кажется, это была попытка, какой запустить себе как бы третий этап.